Вот вы как музыкант с опытом, да, у вас ни разу не возникало желания тоже спродюсировать какой-то проект и заработать деньги? Я пытался это делать. И кого вы продюсировали? Я делал группу «Пионерки». «Пионерки». Да. Вот я, кстати, не помню. Но после непристойного предложения я решил, что распущу эту группу, потому что у него у самого дети растут. Я не занимаюсь продажем. И я понял, что это не моя. Угу. То есть вам предложили... Угу. Угу. Вот и все. И что вы хотите сказать, что получается всем продюсерам, у кого женские коллективы, они с этим сталкиваются? Возможно, да. Вас интересует политика? Я считаю это так, что человек искусства, человек, который имеет отношение, он вне политики. Политика от меня очень далеко. Поэтому я... То есть вы вообще не следите за политическими событиями в стране? Ну, читаю, читаю, но не вникаю. То есть это не мое. На выборы ходите? Хожу. Голосую. За кого голосуете обычно? За президента. Из-за партии Нур-Тан? Из-за партии Нур-Тан. Вы, кстати, член партии Нур-Тан? Хотели бы вступить? Я вне политики, нет. Не, не хочу. Я свободная птица. А что изменится? По сути дела, ничего не изменится. От того, что где-то будет там стоять твоя фамилия, ты получишь какую-то бумажку. Ничего. Меняется все здесь. Когда еще сказал профессор Преображинский о том, что разруха начинается в голове. Поэтому все, что не происходит, в первую очередь происходит в твоей голове. Поэтому ничего не поменяется. У вас замечательная семья, красавица-жена Анара, трое детей, три дочери. Откуда такая стабильность у музыканта? Не знаю. Может быть, я воспитывался в такой среде, что мама папу любит и по сей день. И родители мои. Но, видимо, все-таки это воспитание. Они все вместе до сих пор. Я родился в такой среде, что очень были теплые взаимоотношения у родителей. Поэтому для меня семья это очень важно. Но, тем не менее, гастроли, вы мужчина. Мне кажется, жизнь музыканта полна соблазнов. Вот как вы с этим боретесь? Я с этим не борюсь. То есть вы хотите сказать, что поклонницы... Сейчас мы говорим о супружеской измене? Нет, мы говорим не о супружеской измене. Я говорю о том, что соблазнов очень много. Вы приезжаете в другой город, ваша семья в Алмате, у вас гастроли, вы несколько дней... Ну, кому-то это надо, кому не надо. То есть вам это не надо? У меня есть другие интересы. Ну, а раньше? Раньше было. Было. И вы не скрываете? Не скрываю. Мне нравится вот ваше откровение, что вы, в принципе... То есть я читала интервью, разные годы... И сейчас все повторяется, да? Не повторяется. Я стараюсь не держать этого скелета у себя в шкафу, поэтому... То есть сейчас ни одного скелета нет в вашем шкафу? Практически, да. Практически? Практически. То есть значит, что-то еще осталось. Значит, может быть, что-то осталось. Об этом знаю только я. Да? То есть есть вещи, которые не знает даже ваша супруга? Думаю, что нет. По-моему, супруга знает меня насквозь. Я, кстати, знаю, что вы какое-то длительное время отдыхали в Индии. То есть вы вместе со всей семьей путешествовали. Я взял детей, посадил самолет, они говорят, полетели. И мы дикарем объездили всю Индию, взяли машину, катались, отдыхали. Ну, то есть так здорово, получали удовольствие от жизни. И это так было прекрасно. Ночью приехали в какую-то непонятную гостиницу. А где океан? Далеко, недалеко. Нашли какой-то домик. Нет, он нам не понравился. Ну, давайте здесь переночуем, завтра поедем в другое место. Ну, то есть это вот сама жизнь так. Здорово. Вы какой-то необычный музыкант, потому что обычно музыканты, певцы, они больше в работе. А вы, мне кажется, ближе к своей семье. Да, ближе к семье. Я наслаждаюсь жизнью то, что происходит здесь и сейчас в этом мгновении. А когда произошел вот этот момент переломный? Где-то примерно тогда, когда мне было года 33. Примерно так. Возраст Христа, да? Да. Вот произошла какая-то некая трансформация. Совершенно так с глаз пили наследие. Я увидел этот мир совершенно другими глазами. То есть изменился человек. Как вы думаете, у вас есть недоброжелатели? Да. Думаю, что есть. Их много. Много? Я заметил, да. Да. Не то, что недоброжелателей. Завистников, мне кажется, еще много. Но я к ним очень нормально отношусь. А чему можно завидовать? Что есть такого у Ирлана Кукеева, чему можно завидовать? Это, наверное, у них нужно поинтересоваться. Ну, вот ваше мнение, как вы думаете? Успех, популярность, известность? Наверное, скорее всего, так. Люди пытаются всегда посчитать мои деньги. Сколько ты зарабатываешь? Я к этому немножко проще отношусь. То есть очень легко. А что для вас деньги? Средства для достижения целей. Каких? Ну, разных материалов. Мы же с вами родились в материальном мире. Поэтому, извините, опять-таки, как цитата из фильма. У нас еще деньги никто не запрещал. Поэтому ничего плохого в этом нет. Если они есть, то это хорошо. Знаю одно, что их никогда не бывает предостаточно. Но я за ними не гоняюсь. Они сами меня находят. То есть к деньгам вы относитесь спокойно? Легко. Легко. А какой у вас автомобиль? Форт Мустанк. Интересный автомобиль. Это спортивный, да, по-моему? Да, спортивный. Причем это та модель из кинофильма Николас Кейдж, который снимался, угадает за 60 секунд. Я люблю вот такие раритетные вещи. Я недавно еще купил себе Мерседес 1976 года. Вот сейчас его буду восстанавливать. Мне нравятся просто раритеты. Потом я себе еще купил недавно бас-гитару, которая 1964 года ручной работы. И еще у меня есть куча гитар. У меня шесть гитар. И они все, каждая из них, она топовая гитара. То есть вы собираете раритетные вещи? Да. Мне нравится. Для чего? То есть завтра вы будете их выставлять на аукцион? Нет. Для себя. Для себя. Да, в них есть какая-то информация, в них есть какая-то энергетика. Когда на моей гитаре поиграл гитарист из группы А-студио, он улетел домой, Федор прилетел и с Москвой звонит. Говорит, ты где взял эту гитару? Я говорю, я ее купил, мне специально с Америки привезли. Он говорит, слушай, это необыкновенный инструмент. Он живой, в нем душа есть. То есть у меня каждый инструмент, он с душой со своей историей. Они разговаривают. Когда даже стоит дома гитара, он говорит, возьми, поиграй со мной. То есть я это чувствую. А друзей у вас много? Очень много. У меня очень много друзей. По всему миру и в каждом городе. А близких друзей, настоящих? Есть и близких. Которым вы можете довериться? Много. У меня очень много друзей. Много. Среди музыкантов? И среди музыкантов, и не среди музыкантов. А вот мне интересно, когда во времена БК у вас была такая настоящая мужская дружба между вами, Кадролей Балмановым, Медеором Баевым? Была. Была. Она у нас даже и осталась. Это то, что осталось у нас с БК. То есть прям настоящая мужская дружба? Я почему-то не вижу, чтобы вы как-то вместе... Мы не работаем вместе. Но то, что мы поддерживаем отношения и относимся друг к другу с уважением, это уже может считаться дружбой. Что касается вот вашего творчества, да, у вас есть несколько хитов, да, самый, я думаю, самая известная песня «Танец под дождем». Еще одна песня, которую вы сами написали «Где же ты далекая». Ты самая красивая, да. Самая красивая, да. «Где же ты далекая». Да, счастье одинокое. Есть. То есть почему сейчас нет хитов от Ирлана Кукеева? Они вроде есть, может быть, они не настолько раскрученные, будем так говорить. Ну, вы же знаете все механизмы. Почему сейчас не раскрутить? То есть неужели у вас такая полная апатия? Нет, я не скажу, что апатия. Ну, как-то вы говорите, ну... Ну, есть песни у меня, ну, супруга говорит тоже, давай, 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 клип снимает, это все постоянно меня подталкивает. Я записал несколько песен, вот скоро у нас закончился сейчас недавно телепроект «Х-фактор». Группа, которой я занимался, «Импульс-бэнд», вот мы сейчас с ними записали новые песни. Совершенно новые песни. Ваши песни? Мою песню, называется «Родная». Вот скоро мы ее сейчас будем показывать. Песен предостаточно, их много. Единственное, просто я не занимался серьезно тем, чтобы прям взять, снимать на них клипы, раскручивать. Ну, как-то... Ну, для наших артистов пишете песни за деньги? Песни пишу, но не за деньги. Я их дарю. Динарки Султан подарил песню, она поехала. Эта песня взяла первое место. Еще написал ряд песен. Вот на Гемейской ливой написал новую песню. Будет она ее скоро тоже записывать. А так песен много. Вы считаете себя уже ветераном таким казахстанской эстрады? Ну, не сказать, что мастодон, но какой-то опыт имеется. Сейчас я еще начинал... Дело в том, что я еще успел зацепить именно ту старую гвардию. То есть я еще работал в филармониях и еще работал, когда эстрада была советской эстрадой. То есть я еще успел застал тот кусок, когда мы еще были одной большой страной. То есть и артистическое, именно вот этот стезиан, еще не отношение к Советскому Союзу. Еще успел вот это время зацепить. Поэтому это даже не тот период 90-х годов, когда повально мы там гастролировали, ездили. Это еще было до того. То есть конец 80-х, будем так говорить. Я еще успел зацепить это время. То есть поиграл даже там. И повыступал, поездил по гастролям. Три года я прослужил как Марфлоти в группе Дос Мухасан. Поэтому именно Дос Мухасан для меня дал такую базовую стартовую площадку. Очень интересную в плане того, что именно как практику, как музыканта. То есть у нас не было тогда понятия мини-диски, фонограмма. Это просто в мире не существовало. Ну нет, это были, конечно, такие вещи. Но никому в голову не приходило рот открывать под фонограмму. То есть такого не было раньше. И, видимо, наверное, вот это со мной осталось до сегодняшнего дня. Для меня это очень важно. Чтобы инструмент звучал, чтобы это все слышно было. Если вас приглашают на какую-то пати, да, ваши друзья, коллеги. Если вы видите, что они поют под фонограмму. То есть вы можете остаться и слушать, и делать вид, что ничего страшного не происходит. Я не спешу их осуждать. Это их личное дело. Поэтому у меня вообще есть такое правило жизни. Не осуждать человека. Это его право выбора. Если он хочет это делать, значит ему так нравится. Никто не давал такого мне права говорить про него так, так мало ли. Но это же неправильно. Ну может быть правильно. По его понятиям может быть это правильно. Ну вот вообще в целом это же неправильно, что артист поет под фонограмму. Конечно. Это очень даже нехорошо. Конечно неправильно. Там есть своя особая энергетика. В это мгновение ты вот такой. И вот поешь с этим настроением. Это в первую очередь человек чувствует энергетический человек. А потом уже видит визуальную картинку. И как ты можешь петь то, что ты спел давно-давно-давно. У тебя было такое настроение. И когда тебя почистили. И ты это выдаешь. Это естественно, это все пластмасс, который я, честно говоря, не очень понимаю. Ну вам не жалко людей, которые идут на такие концерты, которые покупают билеты? Было бы очень хорошо, если бы наши артисты писали у себя бы в афишах. Или объявляли бы перед тем, как выступать. Я пою под фонограмм. Но не каждый артист решится петь вживую. Ну это их опять-таки все-таки право дело. Вопрос уже в людях. Кому нравится это, кому не нравится. Все-таки народ у нас сейчас не обманешь. Они прекрасно все понимают, все прекрасно чувствуют. И видят. То есть вы думаете, что время рассеет, да? Наверное так. Что-то, какая-то культивация, возможно, рано или поздно она произойдет. У каждой профессии есть свои минусы, да? Вот мне интересно, у профессии артиста какие минусы? Я смог в этой жизни именно как музыкант заработать. Хотя для многих это не просто так. Вот профессия артиста, она очень на самом деле сложная. Это необходимо, естественно, держать форму. И музыкальную форму, то есть всегда находиться в форме. Это тоже очень непросто. И визуально, и вокально, и вообще инструментально. И плюс ко всему еще есть сложность в том, что нашим артистам на сегодняшний день практически негде выступать, будем так говорить. Опять-таки мы возвращаемся к вопросу о концертных залах. Провести в том или ином городе концерты, он составляет очень такую сложность, будем говорить. У нас есть площадка в Алмате, Дворец Республики. Опять-таки проводить каждый месяц там концерт, не каждый может себе его позволить. Во-первых, это аренда, во-вторых, это реклама. Это все не просто так. Поэтому я решил, я сделаю себе концертную площадку свою. Поэтому я себе построил сцену, сделал себе вот так и пою себе в свое удовольствие. А сколько нужно иметь денег, чтобы прийти в ретро-клуб Ерлана Кукеева, и чтобы и посетить, и покушать, и послушать вас? Какой бюджет одного ужина? Ну, где-то в среднем 100 долларов вам хватит вот так. Вы ни разу не пожалели, что выбрали именно этот путь? Я никогда не жалею ни о чем, то, что со мной в жизни происходило. И происходит. Ни разу? Ни о чем? Это мой личный опыт. Наверное, так надо было. Ни о чем, ни разу. Но ошибки были? Были. Какие? Не ошибается тот, кто не двигается вперед. Поэтому их очень много было предостаточно. И по молодости наломал дров всяких разных. Конечно, можно было избежать вот этих вещей. И опять-таки, сейчас приходит понимание о том, что не проделав бы этого пути, возможно, бы я не оказался здесь и сейчас. Кого бы вы взяли под свое крыло и кого бы могли бы продюсировать сейчас, сегодня? Я вообще как-то не задумывался про это. Помогать. Вот на собственные деньги, да. Помогать. Если завтра будет какой-то талант, который вы увидите, что, ну, молодой человек, нет денег, но вы увидите, что из него может вырасти настоящий артист, вы можете его взять под свое крыло? Могу. С удовольствием. Сделал бы альбом, написал бы песни, помог бы раскрутиться. А почему не занимаетесь этим? Не хочу. То есть пока сейчас вы этим не хотите заниматься. А благотворительность, вот как часто вас просят провести какой-нибудь концерт бесплатный или помочь деньгами? Откликаетесь? Это происходит довольно очень часто. Лет 10 тому назад я организовал детский благотворительный общественный фонд, который работает по сегодняшний день. Он работает с детскими домами. Мы постоянно проводим концерты для детей. Каждый год я у себя провожу концерт для ветеранов. То есть мы готовим для них специально ветеранский обед, более 100 грамм. То есть благотворительность и вот эти вещи, они постоянно со мной происходят. То есть это всегда. Как вы думаете, артисты должны этим заниматься? То есть должна быть такая общественная нагрузка? Да не то, что артисты. Мне кажется, каждый человек должен помогать друг другу. Это очень важно. А как часто вы просите о помощи кого-либо? Я стараюсь все делать сам. Ну, иногда бывают разные ситуации в жизни. Иногда приходится. То есть вы умеете просить? Как вам сказать? Наверное, думаю, что нет. У меня как-то это не получается. Ни разу не просили у государства квартиру, там, участок земли? Один раз попросил, и мне дали. Дали. Квартиру? Да. И Магалита Смагомбетов мне подарил квартиру. Ну, отлично. Спасибо, Ваше. Я вижу диск на столе, да? Да, это подарок тебе. Вы пришли не с пустыми руками. Что это? Это фильм «Однажды в багажнике», в котором я снимался. Вот вместе с Динарой Султан, с Фархатом Абдарьевым мы снимались вот в этом фильме. То есть вы еще сейчас спродюсируете фильмы? Нет, не то, что продюсирую. Так получилось. Вот я снялся в главных ролях в этом фильме, и получилось так, что мне нужно было его спродюсировать. Но я его спродюсировал. Мне нравится, что в Вашей жизни все происходит очень вот так просто. То есть так получилось, я стал артистом. Так получилось, я выступаю. Да, так получилось. Я немножко отношусь к этому материальному миру, как какой-то спектакль, какая-то игра. То есть вот эти декорации даже в жизни, вот эти все дома, это все специально построены для человека. То есть он ходит, он снимается каждый день в кино. А для меня это тоже жизнь как кино. Поэтому я отношусь немножко к этому намного очень проще. Если, к примеру, скажем, человек завтра будет оставлять тело, но в этом тоже есть своя прелесть. Я смотрю, что Вы философ, Ирлан. А мне интересно, кого Вы читаете на ночь перед сном? Сказать Мальдельштама не поверите, да? Нет, я думаю, может быть, Оша. Нет, абсолютно нет. Рубина Шарбу, нет? Нет. Я когда-то в свое время прочитал одну маленькую брошюрку, книжку Ричарда Баха про чайку. Вот именно вот эта книга поменяла полностью мое мировоззрение. Удивительно. Всего одна книга? Всего лишь одна книга. Одна. Маленькая. После этого пошли уже большие книги, которые с удовольствием читаю. Ну, так что Вы читаете? По-разному. То есть я одновременно могу читать несколько разных книг. Ну, вот сейчас на Вашей полочке, так скажем, какая книга лежит? Сейчас. Я не помню его название, но там связано с одним монахом. Ну, что ж, я желаю Вам творческого вдохновения. По-моему, Вы сами знаете, где его брать. У Вас есть секретный источник энергии. Никаких секретов. Я могу сказать следующее. Это у каждого есть. И каждый, даже в этом мгновенно здесь сейчас. Нужно просто пойти и взять. Все очень просто. Ну, что ж, я желаю, чтобы вот этот источник всегда был такой полон энергии. Спасибо большое, что прилетели к нам в Астану, пришли к нам в студию. Вы смотрели программу «Статус-Ко». И сегодня у меня в гостях был известный казахстанский музыкант Ерлан Кокеев. Всего доброго. Увидимся в следующий четверг.